В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 апреля 2018 года вторник, по одному из старинных, 40-й день месяца пробуждения природы, 7526 лета, тоже вторник. В виртуальной студии радио Алексей Орлов ведущий и сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравия всем! Доброе здравия студия! Слушатели давно не слышались, не виделись, очень-очень рад, соскучился по всем вами. И вот на сегодняшнем эфире хочу за долгое-долгое время квинтэссенцию своих мыслей, наработок, идей поделиться. И, надеюсь, это вас вдохновит, пробудит, ну и вообще что-то интересное расскажет. Это многообещающе ты всё сказал, и несколько меня это насторожило. Хорошо. А сегодня мы будем говорить про тело света. Вот что такое тело света, с чем его едят, а может быть не едят, как его применяют, а может быть не применяют, ты нам сегодня, надеюсь, и расскажешь. Итак, тело света, Александр Жарков, пожалуйста, приступай. Да, ещё раз всем здравствуйте. Хочу рассказать о такую тему, которая уже она где-то проявляется в интернете, где-то не проявляется, кто-то слышал. Ну, уже сейчас довольно-таки ни для кого не секрет, что какие-то квантовые переходы происходят, повышаются вибрации. И основная задача моя сегодняшняя — рассказать немножко то, и если мы сейчас будем заниматься усиленно, это поможет каждому, во-первых, понять своё предназначение, выйти на уровень творения, ну и непосредственно улучшить существенно своё здоровье и найти взаимопонимание в обществе, найти единомышленников, реализоваться. И поэтому именно эта тема, тело света, оно поможет. Почему такая предыстория и откуда это всё берётся? Ну, опять же, ни для кого не секрет, а может, для кого-то и секрет. Сейчас происходят просто колоссальные перемены на планете Земля. То есть если в прошлом году, когда мы там записывали эфиры, ну, это так, они вообще, как говорится, всегда, но с каждым разом мы всё ближе и ближе, ближе и ближе. Для тех, кто не знает, сейчас уже физики даже доказывают, что мы живём в новом пространстве, в новом измерении, и физические аспекты не работают, такие, как были раньше. Ну, вы скажете, это как это, ну, так же во-врежнем. Машины ездят, бензин там расходуется, еда естся, там деньги тратятся. На самом деле процессы меняются, и климатические структуры на планете Земля существенно меняются. Количество землетрясений и всех возможных катаклизмов на планете Земля в прошлом году превысило в 90 раз. В этом году уже начинаются всевозможные всякие бедствия. Мы понимаем, что на самом деле, как мы знаем, Земля, планета, матушка – это живой организм, и мы имеем точно такую же энергетическую структуру. Я об этом повторяться не буду, об этом я читал и в предыдущих эфирах, и огромное количество скосиделей здесь об этом говорили по поводу энергетической структуры человека. Просто скажу, что мы энергетически подобны по законам космическим, которые тоже были ранее известны, к нашей планете. И наша планета очищается от всего негатива, и произошло величайшее событие на планете Земля, которое существенно изменило ход и вообще всего того, что сейчас происходит. Это произошло на наше последнее равноденствие, которое проходило в 20-х числах марта, и Земля перешла сознанием в Пятое измерение, и большинство людей перешло сознанием в Пятое измерение. И теперь мы своим сознанием, своим разумом, прошу заметить, разумом, а не умом, начинаем подтягивать своё физическое тело вперёд-вперёд-вперёд для того, чтобы мы в том числе стали тонкоматериальными, высоковибрационными, и в нашей жизни произошли большие-большие трансформации. Для тех, кто знает, не знает, сейчас происходят процессы, которые ускоряются, и они непосредственно запускают весь тот негатив, он начинает появляться. Вы думаете, да какой-то конец, кого-то там сглазили или ещё что-то произошло. Нет, на самом деле вы начинаете светиться, как уже говорилось ранее, я думаю, уже может кто-то об этом слышал, знаете, клетки наши перестраиваются на кремниевую структуру, поэтому кремний имеет свойство достаточно высоковибрационного свечения, и поэтому на нас процессы будут влиять. Температура тела будет повышаться. Кто знает, кремний лёгкий, поэтому кто начинает замечать своё физическое тело, массу тела легче, и, возможно, кто-то уже ощущает меньшую потребность в еде или большую потребность не в животной пище, а в продуктах естественного производства, и вообще, возможно, у вас появляется внутреннее желание, потребность перебраться на природу или быть чаще на природе. То есть это уже внутреннее, наша планета Земля настолько близко и тесно с нами общается, что мы настолько входим в это состояние, мы это чувствуем уже внутренне. И именно вот об этих всех процессах, которые сейчас происходят, те, которые с этим не соглашаются, те, которые с этим не проходят, особенно в этом месяце, вот вы знаете, буквально пару дней назад происходили снова величайшие вспышки на Солнце, геомагнитные бури, которые даже вот в интернете уникальнейшие события, кто захочет, может почитать. Там пол-Африки, вот трещина пошла, и там все в шоке со стороны Кении. Процессы, они происходят, они неизбежны. Поэтому мы должны поработать в первую очередь с собой, со своим негативом и с тем, что нам мешает, как говорится, стать ближе к Земле, Матушке, к осознанию и к пониманию. Вообще, что такое тело света? То есть, как мы знаем, оно называется кристаллическое тело, потому что мы начинаем светиться, и все клеточки у нас становятся маленькими кристальчиками. И об этом уже ученые тоже замечают. Даже недавно снова запустили Андронный коллайдер. И вот те предыдущие исследования, которые проводили, и те исследования, которые проводят параллель микробиологов и людей, которые занимаются квантовой физикой, находят тождественное поведение. То есть, не надо разгонять вещества до суперскоростных систем, если такое же происходит у нас внутри нашего тела. Поэтому, помимо наших тел, тонкоматериальных, кто-то знает, кто-то не знает, есть у нас физическое, эфирное, так называемое, наш энергетический двойник, астральное наше эмоциональное тело, ментальное тело наших мыслей, будхическое, наш дух казуальное, так называемое, наши кармические состояния, и атмическое, то у нас появляется с переходом в пятое измерение, которое мы уже перешли и подтягиваем. Те, которые не проходят по вибрациям, они себя очень-очень-очень плохо чувствуют. У них там болит голова, им тошнит, у них там отказывают почки, холодеют ноги, руки. Страшности всякие не буду говорить. Ну, количество людей, которые... Даже Международная организация здравоохранения публиковала отчет, вот буквально было недавно заседание, в котором было заявлено, что количество из всех препаратов, из всех препаратов, которые применяются... Ну, то есть, каждый квартал они делают статистику, какой в мире люди больше всего используют препараты. Так вот, дали анализы, что такого рекордного количества использования антибиотиков еще не было. То есть, это рекордно. И, тем не менее, количество смертности увеличивается, то есть, антибиотики не помогают. Ну, я сейчас не хочу сказать, что не все помогают, или частично помогают. Но в большинстве случаев они не работают, потому что мы состоим из тонких тел, и физическое тело — это всего лишь 7% от наших тонких тел. И проблемы появляются на других уровнях. За счет того, что мы светимся, наши клеточки светятся, то мы автоматически начинаем, как говорится, вибрировать. Этот весь шлак, этот негатив начинает на наше физическое тело проявляться. Ну, если мы помним, я об этом говорил на предыдущих лекциях по астральным паразитам, кто, может, помнит, тонкоматериальным, и по лекциям по целительству, я говорю, что тонкий мир, наши бактерии, микробы, они тесно связаны с физическим телом, как мы знаем, но на самом деле они еще связаны с тонкоматериальным астральным телом. Поэтому астральные паразиты могут, как и заказывать, говорится, или вызывать, или пробивать энергетическое поле эфирное человека, и приходят те или иные бактерии, микробы и так далее. Поэтому это все энергетический взаимный процесс. И эти наши тонкие тела, помимо новых космических тел, которые раскрываются, у нас проявляется космическая память, сейчас огромное количество детей. Вы можете почитать статьи, я об этом много рассказывал. Вот тоже в интернете много информации о детях индиго, о детях кристаллах, в которых уже раскрыты тонкие тела, атомомонадическое, монадическое, анопадическое, то есть высшие тела, у них уже практически нету родовой кармы, она выключена, они отрабатывают. То есть и собственной кармы нету, они чистенькие души боги приходят для того, чтобы воплотиться и помочь нашему человечеству выйти на более высокий уровень разумности. То есть высокочастотное мерцание, которое происходит в нас сейчас, оно помогает, вот это кетерное мерцание вихревое, оно помогает нам перестроиться. Вы думаете, это сегодня, вчера прошло, нет. На самом деле это пошло немножко раньше и, возможно, вы начали замечать, что буквально пару лет тому назад, а именно с 21-го, 12-го, 2015-го года прошли такие первые события, это переход в первое рубежное пограничное состояние, в четвертое ментальное и в пятое ментальное тело, когда у нас так называемое, сменилось наше центральное Солнце, мы знаем, наша галактика движется в Млечный Путь по отношению к другим галактикам, по отношению к центральному Солнцу во Вселенной. Если сейчас у нас стал Сириус, а ранее по сменению движения рукавов в галактике пледянский альцом был, для чем это вообще чревато для обычного смертного человека? Если вы знаете, не знаете, сейчас у всех открывается и активизируется, и в этом уже ученые фиксируют правое полушарие, и правое полушарие в состоянии эмоциональное, в состоянии открытия сверхспособности, и оно связано непосредственно с нашей сердечной чакрой, с нашим сердцем, в котором внутри находится энергетический кристалл, так называемый. Так вот, у многих сейчас одно из проявлений, сердце начинает побаливать, покалывать, побаливать, аритмики, всякие давления скакать, потому что, когда у нас идет верхний поток от Творца и нижний от Земли, он преобразовывается в Земле Матушки на уровне сердечной чакры, эта трансформация в божественный крест, или так называемая хатха, которая происходит у нас на уровне груди, она перерабатывает этот негатив. А теперь представьте себе, что вы в течение дня формируете от 144 тысяч мыслей до 7 миллионов мыслей, умножаете на тот возраст, который у вас есть, и сколько из этих мыслей в течение дня вы генерируете негатива. Ну вот прямо сейчас сами для себя скажите. Вот я в течение дня, вот просто возьмите, сами себе задайте вопрос, сколько я думал положительных мыслей в день? Просто так прикиньте цифру, хотя бы положительных слов сказал в течение дня, ну там 100-200, сами для себя. А теперь сопоставьте, сколько вы негатива принесли сами для себя в течение хотя бы даже сегодняшнего дня. И вот вы видите это число, или приблизительно его представите. А теперь умножьте на тот возраст, который есть, и сколько всего. Представляете, этот негатив, он выходит из нас, он начинает нас пробивать, но естественно, как говорится, наше сердце, оно не успевает, повышая вибрации центральное солнце, это посылает определенное количество вспышек, как я уже говорил. Эти вспышки энергетически влияют на нашу планету Земля очень-очень сильно. Ну, это излучение, радиационный фон на нас еще пока, на наше физическое тело влияет губительно, но именно радиация повышает частоту вибраций, выводит наш уровень сознания. В кремниевой структуре радиация на нас совсем будет по-другому влиять. Так вот, эти вспышки, они, ну, если бы не тонкоматериальные структуры, высшие силы и так тому подобные наши светлые помощники, которые создали энергетический щит вокруг планеты Земля, было бы вообще очень тяжеловато. Об этом вы тоже можете в интернете почитать, об этом очень много информации. Сейчас не хочется об этом продолжать, но самый важный момент, потому что, тем не менее, при этих всех вспышках частично энергия доходит. И, как вы видите, люди, у которых есть вот эти вот болезненные психосоматические проявления, которые не перестроились, и у них не запустилась процесс перестройка в кремниевое тело, которое будет идти приблизительно до 2020 года, вот эта вот сетка сборки матрично-монатического пространства, и кремниевая структура будет перестраиваться, то в данном случае люди будут просто уходить, те, которые не готовы. Родные, близкие будут уходить. И наша задача максимально, во-первых, самим себе помочь, ну, и своим родным, близким максимально научиться открывать сердце, а именно сердце является основным центром, или так называемым скоро станет первым мозгом. Именно сердце является центром, где крепится кристаллическое тело света, тело нашей любви, так называемой. Оно ещё называется кристаллическое тело сакральной божественной любви. То, к чему мы придём, и в конце у нас ещё такая будет микромедитация, которую мы пройдём. Самое важное, что… в чём это проявляется? То есть сейчас при повышении частоты вибраций мы включаем нашу космическую память, которая заложена, наше космическое предназначение, и попусту, возможно, вы замечали, вам уже просто неинтересно заниматься теми вещами, которые у вас были. Но вам просто неинтересно, если вы не шли по своему предназначению, естественно. Вам не хочется делать естественные вещи, которые вы там делали постоянно, долгое-долгое-долгое время. То есть вас уже просто выдавливает из старой матрицы, выдавливает то, что была создана, эта иллюзия, снижала ваш потенциал, и всевозможные астральные паразиты, которые уже не могут существовать, они уходят, они пытаются последние крохи энергии с вас сдавить, сжать всевозможными методами, негативами, которые происходят через телевидение, через всякие теракты, и всевозможные бедствия, которые проходят на планете. То в данном случае наша задача максимально целостно работать над собой и в первую очередь над своими родными и близкими. А то получается, вот очень заметил такую интересную тенденцию, продолжая эту тему, когда люди вроде духовные, вроде почитали всё, позанимались пару часов, помолились, неважно, кто на капище, кто куда ходил, в церковь, не в церковь, не имеет значения. Прошли домой и начинают ругаться, матюкаться, орать, кричать, биться. Так куда эта вся энергия, которую вы намолили и ушли? Именно вот это сейчас всё нужно максимально. Первое, что вы должны сделать, вы должны осознать свои ошибки, вы должны осознать и раскаяться, в первую очередь, сами перед собой, начать уважать, любить себя, своё тело, свою каждую клеточку. Надо перестать злиться, создавать, перестать вот эту земную карму, которая была зациклена у вас, и вот это вы из воплощения в воплощение, и плюс через родовую систему, которая генетически в крови заложена, ошибки ваших родных, близких, которые хотите, вы не хотите, подсознательно на вас влияют, и вы автоматически выполняете. Ну это, вы, получается, заложниками этой ситуации, и сами мы попали в этот процесс, и уже, в принципе, даже нет ни конца, ни края. Но тем не менее, благодаря повышению новых вибраций, которые происходят, каждый день происходит разборка негатива, и если вы видите, более ярче сны начали появляться, какие-то осознания. Вот эти вот 12 потонных вспышек, которые проходили в прошлом году, которые частотно повысили, как говорится, планетарное осознание, и вот сейчас тоже проходят те вспышки, которые идут от центрального Солнца к нашему Солнцу. В этот момент у людей происходит переосмысление осознания, в этот момент происходит, центральное Солнце передаёт по закону иерархии пакеты, так называемые каскадно, то есть как должна жить Вселенная, как должна жить Галактика, как должны жить Солнце, Солнечная система. Но, естественно, Солнце передаёт нам, и мы все единое, как говорится, целое, мы эволюционируем. Я не буду рассказывать про частоту Шумана, которая повышается, и она приходит всё выше и выше, было там 7,6, вспышки до вспышек, потом после вспышек 17,6, там в 86-м году и до 2021-2012-2012. Как вы знаете, буквально совсем ничего за прошлый год частота возросла от 17,6 Гц до 36 Гц, и вот с мая месяца 17-го года, когда включились космические чакры, спектр радуги переместился, и все световые гаммы, чакры, они намного усилились, и, ну, если вы помните, если кто знает или кто изучал эту тематику, то каждая чакра имеет определённый частотный диапазон, который соответствует определённым нотам. Ну, кто изучал ноты и знает. Вот, допустим, нота Ля вибрирует в диапазоне 55 Гц, то есть наша чакра Сахасрара в верхней, она вибрирует в диапазоне 61-74 Гц. То есть, в принципе, по большому счёту, сейчас вот те вибрации, которые происходят, они уже там доходят до 46 Гц на сегодняшний день. Мы понимаем, что мы уже, в принципе, вибрируем в диапазоне высоко вибрационной частоты, и неважно, вы осознаёте проявленную реальность или нет, это происходит уже частично. И кто-то, может, видел или не видел, появляться на планете начинают существа, всякие, которые куча в интернете завалена, роликов, можете почитать о появлении всяких существ, их постоянно где-то находят, которых раньше не было. То есть спектральный диапазон позволяет этим существам с тонкой материальностью параллельных миров переходить, появляться, проявляться, и их находят из сказочных существ, всяких драконов, единорогов, и так далее. Включаются ясновидение, яснослышание, яснознание, экстрасенсорные способности. Сейчас у нас, конечно, пруд пруди всяких экстрасенсов, шаманов, половину из них думают, что они шаманы, ну, или экстрасенсы. И тем не менее, вот эти астральные паразиты их дурят очень сильно и пытаются обманывать, вытягивают последнюю энергию. Поэтому самое важное, чтобы на это всё не повестись и понять, чтобы вас очередную утку не разоблачили, и вы не попали на это всё. Именно поэтому нужно раскрывать сакральное, вот это кристаллическое тело Света, наше сердце. Именно наше сердце будет понимать, нужно ли вам идти к этому человеку, не нужно, нужно ли вам идти на эту работу, не нужно, нужно. Именно через сердце вы на высших уровнях будете соединены со своим сверхразумом, с вашим сверхсознанием, и вы будете включать высокие частоты, вы будете подсознательно, это как вспышка будет, за секунду вы будете понимать, вы просто как будто это знали, вам туда не надо. Или там, допустим, вы будете смотреть на фильм, просканировали сердцем, послали как будто от сердца такой золотисто-розовый импульс, и хоп, вам уже просто понятно, там, этот фильм неинтересный, или эту книжку не стоит читать, ну или ещё что-то, какую-то информацию. То есть мы сейчас становимся более осознанными, более разумными. И вот этот частотный режим чакр увеличивается на октаву. Так как наша белково-нуклеиновая клеточная структура видоизменилась, ну я уже говорил, из-за переменной элемента атома водорода, как следствие переменной кристаллической решётки Земли, то тогда и наши чакры будут вибрировать в более высоком диапазоне. Ну вот если вот так вот пойдём с нижней, с первой, как говорится, будет первая 65,4, вторая 73,4, третья 82,4, четвёртая 87,3, пятая 98, шестая 110, и седьмая 123,48. Понимаете, да? То есть получается, у нас, ну кто разбирается в вибрации, тот знает, мы понимаем, что вот эти вот коды, это энергия вибрации, соответственно, больше будет энергии, больше будет осознания. Поэтому сейчас все практики, которые вы будете делать, уже не просто надо там теорию читать или книжки, нужно жить и практиковать. Неважно, даже если вы ходите на работу, вы должны хотя бы в течение дня, полчаса, час посвящать медитациям, молитвам, да неважно чему, но то, что вас развивает и то, что позволит вам в первую очередь погрузиться в самого себя, не в религию, не в эгрегор какой-то, не каким-то бабкам-гадалкам бежать, шаманам там, или ещё кому-то понять там, упадёт ли валюта, не упадёт, кто там станет следующим, выборы пройдёт или ещё что-то. Надо просто чётко понимать, каково ваше предназначение. И вот целостность, работа с вашим сердцем и с кристаллическим телом света вам это помогает. И вот эти сферы открываются у нас, и когда мы будем развиваться и понимать, всё лишнее уйдёт. То есть есть золотое правило 10, 40, 50. Об этом известные бизнесмены, политики его знают. Любое действие, которое вы должны совершить для трансформации в вашей жизни, оно работает по такому простейшему принципу. 10% — осознание. То есть вы должны осознать, что вы хотите. Вот неважно, в какой вектор вы движетесь. 40% — это мышление, вы об этом должны думать, мыслить, двигаться в этом направлении. И 50% — это ваше окружение. Вас должны окружать люди, единомышленники, здравомыслящие люди, которые вас двигают, развивают каждый день. Неделечка прошла, записали каждый день ваши достижения, посмотрели, у вас есть улучшения, или вы деградируете ещё хуже, или вы действительно что-то узнали, поняли, прочитали, осознали. Вы должны понять, что от того, что вы больше пойдёте на работу, или там что-то сделаете, или продадите больше каких-то товаров, или кого-то там засудите, или подготовите несколько бумажек, юридических актов, или не важно, чем вы занимаетесь. Самое важное, чтобы вы в этом развивались, и вы в этом видели смысл, а не просто ждали, пока вам зарплату заплатят, и потом это произойдёт. И тогда у вас будут происходить вот эти тонкоматериальные структуры, сферы, сферсознания, сферы осознания будут раскрываться, сферы надсознания, сферы сверхосознания. То есть постепенно будет включаться коллективный разум. Мы будем вообще понимать, что нужно развиваться вместе. Я говорил на предыдущих занятиях, я ещё раз повторю, возможно, для кого-то эта информация будет новенькой. Мы максимально можем быстрее эволюционировать, если мы рядом находимся в диапазоне семи людей, то есть семи единомышленников. И или же максимальная форма нашего реализации при 12 людях. То есть 7-12 это вот та форма, при котором люди в одном коллективе творческом, которые люди думают в одной тематике, мыслят в одном направлении, могут достичь максимально эффективного результата для своего развития, для развития коллектива, для развития вообще общества в целом. Наша задача сейчас очень просто перетрансформировать нашу жизнь и найти наших вот этих единомышленников. И у нас произойдут перемены. Наша сфера знаний, сфера надзнаний, сфера гиперзнаний расширится. Если вы видите, сейчас уже очень много технологий появляются у альтернативной энергетики, огромное количество технологий, которые помогают экономить, ну и многие-многие всякие ноу-хау, изобретения, которые уже постепенно начинают внедряться, внедряться, внедряться. То есть запущена новая система энергетического накопления и жизнедеятельности планеты. Ну, хотите, называйте это перепрошивкой, как мобильного телефона, так и нашей планеты то же самое. Есть центральное внутреннее наше Солнце, так называемое, хотите, ядром его называете, логос нашей планеты. И когда мы говорим, наш язык, он древний, буквица многоуровневая, он же что же, я чем больше занимаюсь буквицей, тем больше раскрываются все больше и больше уровней видения и структуры, цветов, и рум. Вот логос, а если задом наперед читать, то будет голос. И когда мы говорим, мы глаголим истину, то, что нам пословно, вышестоящая эта структура, и только наоборот. То есть нам посылают, а мы транслируем. И все наши слова, все наши знания не просто так. И вот эти вот установки, они сворачивают наш деструктивный опыт, нам надо максимально быстро освободиться от того 50% окружения, которое не соответствует тому уровню, которому мы хотим жить. Поймите правильно, мы должны жить в абсолютно нормальном достатке, иметь все то, что мы хотим, не отказывать себе. Но если вы будете делать те же действия, и выполнять те же условия, и не заниматься, и не просить, и не думать, и не обучаться, и не развиваться, и жить в собственных страхах, очень тяжело будет управлять вашими ментальными конструкциями, и банк данных, вот этих магнитных полей. Вы поймите правильно, сердце — наша магнитная структура. И мысли — это электрическое. И когда происходит взаимодействие, происходит электромагнитный импульс. И вот этот вот мыслеформа не будет посылать приоритетные деструктивные формы. Ну, представляете себе, что если вот сейчас этот весь негатив опять на вас валится, и ваше сердце, оно пытается вытеснить этот негатив, и поэтому болит. У некоторых еще начинает болеть горло, кто замечает, это вот трансформация, это творческий поток, он на кадыке преобразовывается, эту энергию надо в творчество направлять. А кто не занимается творческой деятельностью, или хобби не имеет, у него проявляется такой зажим. Ну, я ясновидящий, и вижу эти все энергии, вижу потоки, и каждый день смотрю на выступления, на огромное количество мастеров, тренеров, у которых они должны отпустить это, должны освободиться, каждый должен работать над собой. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее всем легче же станет. То есть постепенно начинает проявляться и непроявленное, то есть то, что вы скрывали, может где-то там оно, вы уже забыли, кто вас там в пять лет обидел, или там бросил, кинул, или обманул, или украл у вас, или вы что-то украли. Оно все всплывет. И вы должны понять, что осознать, понять, что это вам не надо, вам это уже неинтересно. Вы выбираете другой путь, потому что это все влияет на ваше сознание, на ваше поведение, на ваши естественные процессы, которые вы делаете каждый день. То есть, ну, если вы, естественно, как говорится, будете эволюционировать, то наше тело тонкоматериально перестроится, и уже там через поколение уровень жизни, возраст жизни будет увеличен. Как мы знаем, у нас сейчас 121 год жизни нашей физической тела, даже ученые доказали. Ну, понятное дело, минус экология, минус климат, минус Wi-Fi, минус мобильные телефоны, минус нервы, минус стресс, минус-минус-минус, получается 70-80 лет. Если это все будет перестраиваться, подход к жизни и радость жизни, выполнение своего предназначения, которое у нас будет уже на подсознательном уровне раскрываться, то, естественно, у человека будет больше эндорфина, дофамина, тестостерона, адреналина, так называемого, и будет радость счастья, которая будет понижать гормоны кортизол, старение, и, естественно, клетки не будут стареть, не будут появляться свободные радикалы, вы не будете там, ну и так далее, понимаем. Все оно взаимосвязано. То есть вот это вот негативное мышление, которое влияет на вашу воду, все помним фильм «Вода и память воды», а мы состоим на 80% из воды, не будет корежиться, и потом внутри вас будет вы нищие. Вот те люди, кстати, детки маленькие, у них настолько сильно развито эфирное ощущение, что они чувствуют, они даже, вот когда вы будете развивать видение внутренних органов, можно даже почувствовать запах органов, потому что это свободная энергетическая структура. И детки, они там отворачивают их внутренне, когда они там видят, или там, или даже подсознательно, они видят этого человека, и они не хотят общаться. А родители не понимают, почему не хотят с ним дяденькой или тетенькой общаться. Они видят, они не могут еще сказать ничего, потому что они там пару годиков, а они уже чувствуют этот запах, и их отворощение идет, просто воротит. Это на подсознательном уровне, и вот это вот кристаллическое тело света, тело любви, оно помогает нам преобразовать любовь и понять, что такое любовь. В первую очередь хочу донести для тех, кто еще не понял. Любовь — это люди в Бога ведают, это перехождение более высоких уровней, это постоянная, эволюционная, высокочастотная энергия, которая позволяет нам двигаться. То есть это безусловная энергия, которая состоит из всех первичных форм материи, которая состоит из всех цветов радуги. То есть мы должны эволюционировать и накапливать как можно больше добра, как можно больше любви, можно созидать, 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 созидать. Ну, те, кто этого не захотят созидать, естественно, будут болеть, уходить, и, вы знаете, там инфаркты, инсульты, ну и всевозможные всякие страшные болезни будут происходить. То есть для обычного человека, то есть начинается происходить перестройка не только энергии, но и физики. Поскольку наши мыслеформы десятками тысячелетий нарабатывались, и образы, и конструкции, то и разобрать за один момент, понятное дело, очень сложно. Многие говорят, ну я посидел, помолился, ничего не работает, ну все, и до свидания. Летом послушал лекцию, тренинг прошел, все классно, ребята молодцы, деньги зарабатывают, или там вообще классно, но я потом опять возвращаюсь на работу, и там все снова. Запомните, это должно быть естественным смыслом вашей жизни, потому что мы как физическое тело и тонкоматериальные тела есть, вы должны 50% времени уделять этому, точно так же, как и своему физическому телу. То есть не надо там в монастыре закрываться или заколачивать себе в горах и сидеть, молиться там в выхождении сансары. То есть это глупо. Мы сюда пришли для того, чтобы научиться генерировать энергию и сами себе генерировать наши энергетическими телами для выполнения материализации, чего мы только хотим. Поэтому постоянно нужно работать над собой, и высшие силы нам помогают всячески. Приходят чистые мысли, идеи какие-то творческие. То есть у вас в том числе перестраиваются физические органы, и вот процессы происходят в первую очередь, трансформация на уровне разума, ума и понятия, начинает проявляться осознанность о здоровом образе жизни, о том, что надо правильно питаться, нужно переставать эту тонкоматериальную грубую структуру, пищи, кушать. У вас появляется мудрость и знание, и мы начинаем постигать понятие родовой памяти и вообще понятие, что такое род, как оно взаимодействует, происходит отработка кармы, как собственной, так и коллективной. То есть посему на земле детки, которые приходят, они нас учат, дети индиго, дети кристаллы, они помогают нам перестроить этот канал божественного великолепия или божественной красоты, любви. И вот эта женская энергия, которая приходит сейчас, она поможет нам непосредственно почувствовать связь с землей, матушкой. и вот те особенно, которые практикуют, ходят по земле, там в лесу находятся, или в местах силы, вы чувствуете вот это благодарение и мудрость, это внутреннее состояние с природой. Я понимаю, что игре города у многих забирает, и очень тяжело выбраться, и вы высосанные полностью с вас вытягивают последние соки, но вы создаете состояние, это ваш выбор, ваше мышление, в каком находиться месте, как бы перестроить подход, если там цветы, растения были какие-то, или вы хотя бы бывали в парке на отдыхе, там на пикниках, может куда-то выезжали, мир посещали, видели. То есть вы подсознательно начнете формировать понятие великолепия и величия, у вас внутренне появится желание открывать каналы понятия победы над своими страхами, похотью, привычками какими-то плохими или еще чего-то, у вас появляется внутреннее, появляется первооснова переоценки самого себя, а зачем я вообще это делаю, а куда мне идти, а стоит ли мне вообще этим заниматься, то есть есть какой-то смысл, ну и естественно это блокирует все эти все программы, это нужно очищать. Через опять же звуковые практики, холотропное дыхание, голодание, очистки, молитвы, аскезы, да что угодно, хоть чашами звуковыми, хоть аромотерапией, методов, ну сейчас ну очень много. И вот, как я уже говорил, сейчас я расскажу более практичные вещи, которые помогут вам понять то, что в данном случае мы блокирует нам открытие нашей родовой памяти, открытие нашего ощущения сердца, ну помимо нашего мышления. Ну самое простое это очищение мышления. Каким образом? Попросите прощения у самих себя, у своих родных, близких, окружения, у всех-всех, кого вы там вспомните, которые в течение жизни вас там, неважно, или вы их обижали, или они вас обижали. Прямо сейчас можете сказать такую фразу. Я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого мог или могла обидеть я во всех временах в пространствах и воплощениях я прошу все части моей души воссоединиться со мной да будет так на то моя воля это уже как говорится первый пласт можете как мантру это повторять течение 21 дня если вы будете повторять она будет уходить в привычку если вы будете любую информацию проговаривать 144 раза но будет перепрошивать ваше сознание мы должны понять есть определенные вещи которые мешают нам открыть наше божественное видение и выйти на уровень нашего предназначения и понять вообще чего нам надо и зачем куда нам двигаться я перечислю эти процессы ну понятно дело подключение к всевозможным игр реальным структурам которые мешают нам то есть надо обязательно кому-то поклоняться куда-то бежать кому-то там деньги нести или или где-то что-то то есть вообще задавайте себе вопрос зачем вам это надо то есть элементарно не надо делать потому что все это делают ну или там праздник праздную потому что ну все как это я что мне поздравлю кого-то с чем-то это же не на меня уже криво как-то хоса посмотрят а вы сами себе задумайтесь она вам действительно надо может вы как-то по-другому праздник отметить или сделаете пользу какой-то а то я как посмотрю на дни праздники такой там священные праздники и потом у всех очереди в аптеку на следующий день смешно поэтому максимально ну пересмыслите посмотрите на ту жизнь которую вы хотите видеть и у те факторы которые влияют нам блокировку нашей открытия нашего космического днк божественных структур на открытие наших чакр ну и непосредственно нашего божественного тела светом это кровосмешение межрасовые браки приводится к искажению структуры днк в результате чего становится невозможным подключение к информационному полю роду кроме того у рожденных в межрасовых браках детей снижен иммунитет растет восприимчивость инфекционным заболеванием ухудшается работа эндокринной системы имеет место нарушения в деятельности в лучшей нервной и умственной деятельности ну тут я уже уже очень много исследований генетических и негенетических не говоря уже о количестве сексуальных партнеров которые есть то есть вы должны понять что вы это просто общество нам навязала быть круто там количество сексуальных партнеров иметь на самом деле это не так это позволяет вам вырождать и терять свой жизненный энергетический потенциал если вы хотите все-таки понять и услышать себя попросите прощения поблагодарите и специальные техники практики очищения сексуальных привязок тем или иным людям вашей жизни неважно даже которые были я об этом рассказывал в лекциях по отношениям поэтому максимально проведите индивидуальную самостоятельную работу сейчас об этом огромное количество тренеров мастеров ведущих и информации литературы которая поможет вам это сделать в том числе продуктов с ему ну понятное дело если мы едим гена модифицированные организмы то есть это продукты питания созданные при помощи геноинженерии тут этого уже ну совсем валом уже сплошь и рядом употребление продуктов с гена модифицированным негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта приводит постепенному понижению иммунитета и развитию онк ну онкоболезней не говоря уже о том кроме того что постоянное употребление продуктов гмо приводит к горизонтальному переносу днк то есть днк до конца не переваривается его небольшая часть интегрируется в ядро клетки то есть после чего становится частью хромосома то есть это приводит в принципе по большому счету к искажению днк и провоцирует развитие всяких бесплодия делает невозможным пробуждение родовой памяти это уже как побочный эффект то есть настоящее время продукты гмо присутствует практически во всех видах основных продуктов питания начиная мука сахар кондитерские хлебобулочные там мясо животных это само собой которая понятное дело употребляет гмо продукты как определить вообще гмо продукты очень многие говорят я сейчас научу немножко вас такой микропрактики которая поможет вам в обычной жизни то есть это диагностика ну естественно как кто-то знаете кто-то быстрее научился ездить на велосипеде кто-то медленней кого-то больше времени кого-то меньше вот возьмите любой живой неживой предмет примеру поставьте перед собой яблоко там ну и справа неважно мобильный телефон книжку компьютер то что хотите ну любой неживой предмет кто знает и не знает у нас энергетика течет так сверху идет энергия божественная творца то мужская энергия янская снизу женская энергийская и она происходит по левую сторону идет сторона тела это женская сторона и правая сторона это тело мужская сторона и вот получается у мужчины так устроена энергетика правая рука которая выходит не отдающая энергия эта энергия дает а левая рука забирающая то есть это энергия которая впитывает энергию считывает энергию у женщины с точностью до наоборот то есть если у правая рука у мужчины дающие у левая забирающая у женщины и наоборот поэтому мужчины которые я в этом лекции на по изобилию по предназначению говорил правой рукой надо давать деньги мужчинам левой забирать если вы правой рукой даете правой рукой берете вы блокируете засоряете поток принятия отдачи денег у вас эта энергия блокируется и финансовый поток останавливается в том числе и с продуктами вот возьмите проведите рукой просто над яблочком там неважно что у вас там игрушка или или еще какой-то продукт ну живой живой любой продукт только живой все вы знаете что он живой максимально ну или хотите растения можете просто взять растение то есть напоминаю мужчины считывают информацию левой рукой просто левой рукой женщины правой рукой а теперь считайте то же самое проведите над неживым предметом и как вы увидите разница ну есть существенное таким образом ну возможно у кого-то покалывание я сейчас не буду более детальную диагностику с чакрами с тонкими телами проводить там заинтересуется пишите обращайтесь я провожу обучение у меня есть курс открой свое предназначение курс люди света я рассказываю как открыть способности но сейчас не будем об этом сейчас хочу основу вам дать поэтому в данном случае вот вы можете просто напросто проводить эксперимент то есть тестируйте диагностируйте продукты которые вы покупаете ну у каждого по-разному в своей идентификации у кого-то тепло у кого-то холод на руке появляется у кого-то дрожь у кого-то еще по телу вы можете определить геномодифицирована не на модифицирована или самое простое сердце вот представьте себе что с вашего сердца вы создаете лучик с этим предметом или неважно едой или с человеком или книжкой и мысленно представляете этот золотой лучик света вы задавайте от этого лучше как своему сердцу то есть вам стоит ли этот продукт вообще кушать не кушать полезен он вам будет или не полезен и вы можете определить надо вам это или не надо поехали дальше донорство ну кровь и трансплантационные органы имеют непосредственно собственную биохимическую память и энергетику в результате переливания крови и пересаживания органа донора рецепенту происходит взаимное влияние индивидуальных программ и информации друг на друга в результате чего меняются черты характера привычки происходит вообще искажение структур днк что будет препятствовать подключению информационного поля рода кроме того между донором и рецепента возникает непрерывная на информационная связь поэтому великий риск того что не будут болеть болезнями друг друга случае смерти одного происходит ухудшение здоровья другого по необъятным с точки зрения медицины причин если вы когда-нибудь сдавали крови или у кого-то у вас есть я рекомендую вам сделать технику перепросмотр мысленно по удалять с вашей памяти все энергетические всевозможные воспоминания того когда у вас было взаимодействие с теми или иными людьми максимально мало того я хочу рассказать такое собственное исследование которое меня вообще очень очень сильно удивило в свое время для тех кто знает не помимо группы крови у нас днк у всех индивидуальная как говорится есть еще энергетическая структура то есть свечение нашей души у каждого есть свой определенный уникальный спектр то есть люди у которых поскольку в крови есть часть нашей души есть спектр души то бишь свечение и энергетическом уровне можно видеть ваша кровь помимо цвета там красного бордового неважно кого она имеет спектральное свечение то есть я как видишь могу вам сказать и очень много людей это тоже рассказывают видят она может там красного там зеленого фиолетового ну зависит от того какой уровень вашего сознания вибрации ну и так далее или вашей души поэтому если вы переливаете кровь другого спектра спета которая ну как краски в детстве переливали смешивали цвета вы понимаете что если смешивать несовместимые цвета будет что попало ну и вот то же самое тут получается поэтому в данном случае вы просто постарайтесь очень конечно тяжело подобрать донора с похожим спектром если вы либо невидящий но хотя бы по внутренним ощущениям а вы теперь представьте себе что вы переливаете группу крови человека но если ваш близкий родственник хорошо еще куда не шло если вы переливаете человека и вы потом берете какие-то кармические задачи проходите его нереализованность жизненные сценарии проблемы у вас и из этого карма и судьба путь меняется так что надо 10 раз подумать об этом и если вы осознанно это делаете тоже другой вопрос а если неосознанно понимаете к чему это может привести тут такая интересная штука проведение ультразвукового исследования узи то есть ультразвук поражает клетки мозга и вносит сбой в работу днк во время ультразвукового обследования двойные спирали днк расплитается и даже до разрываться если хотя бы однажды вам проведено ультразвуковое обследование либо применялись а в быту микроволновые министеральные машины различные устройства по отпугиванию крыс мышей ну в общем так далее то у вас происходит нарушение максимально нужно отказаться этого делать перепросмотры мысленно удалять или представлять что вы защищены ну делать огромное количество энергетических практик по восстановлению всевозможных процессов я уже не говорил попадание в организм чужеродного геноматериала то есть если организм ослаблен то при попадании в него ферментов чужеродного днк он не в состоянии сам себя защитить и не встраиваться в днк меняя его образно волновой код то есть попадание в организм человека ферментов чужеродного днк может происходить различным образом ну первое через телесный контакт с другим человеком через рукопожатие объятия поцелуи наши предки кстати кто знает кто не знает приветствовали незнакомца простым прикладыванием руки к сердцу а только братались людьми которых доверяли они с кем попало через лекарства содержащие чужой генетический материал ну я не буду сейчас рассказывать про верующих которые целуют предметы культа и коды там и так далее ну хотя бы подумать о элементах гигиены там статуи камни и так далее там уже такое количество и не говоря уже бактерий вирусов микробов заканчивая днк которые реально прикасались не говоря уже составах масел и так далее если вы хотите это делать засорять ну это ваше право следующее искажение языка искажение языка об этом очень много ученых говорят что искажение языка делает невозможным возникновение естественной резонансной связи при помощи звука вибрации соответствующим речеподобными структурами днк представляющими собой волновой код доступа саморфогенетическому полю человека его родовой памяти то есть чтобы иметь такой доступ вибрационная составляющая нашей речи должна быть узнаваемо и понята днк озвучно ей действительности этого сейчас не происходит многовековая деятельность нацеленная на превращение образного про языка в безобразный его постоянное упрощение перевела к деградации языка удаление из обращения либо искажение буквы ну то есть образного языка в наш язык буквица слышал у нас я знаю и очень много приходил у вас и ваш к приходил остальные ребята которые очень много делают про восстановление языка можете очень много почитать и асгардском духовном училище и иван царевич об этом рассказывает и настольную игру буквица дает и можете ее при при сей проводить изучать много чего то есть изучайте язык несущие вот эти коды которые построят они дают вам живую материю вместе них предположены лишение смысла вот эти вот буквы которые сейчас они безобразные они вообще бессмысленные то есть человек стал мертвым чужим для нашего днк поэтому по причине использования современном языке у нас нету резонанса с нашим днк поэтому но и включить родовую память не может а те кто занимается сказками сказаниями образами народными песнями традициями у них хоть чуть-чуть там по чуть-чуть да ну включается ну я из своего опыта скажу и тех учеников которых я обучил те которые занимаются буквицей неважно как интенсивно или не интенсивно у всех происходит у всех до единого то есть без исключения происходит трансформация включения осознание даже какие-то элементы видения поэтому учитесь говорить красиво учитесь изучайте свой язык познавайте свой язык космический божественный язык который поможет вам мало того он поможет вам разобраться своем предназначении понять что вам нужно как вам нужно куда вам развиваться как вам развиваться всего-то 40 9 буквиц 7 на 7 49 и это 49 лет жизни на которой на сорок девятый год только мы раскрываем свое предназначение выходим на космический уровень а если вы до 49 лет деградировали то ваше тело понимает что вы не справляетесь теми энергетическими задачами которые есть и тело начинает увядать стареть и умирать а не продолжать жизнь до уровня там бессмертия и так далее ну не говоря уже без равственной образ жизни какой-то так а кристаллическом теле света если у вас нету ни мировоззрения ничего у вас нету вас обычная модель поведения вы верите в бога банкомата и работаете вы с подсознанием только на уровне вашего работодателя то есть вы должны менять привычки естественно у вас отсюда и зависимости по уходят там от алкогольных наркозависимости и так далее поскольку это приводит хроническим заболеваниям и остального я вот просказываю и посты пишу и всевозможные посмотрите на то уже общество как говорится как и раньше наши там дедушки бабушки были а какие сейчас воспитывают детей и внуков как они воспитывают они посмотрите на себя то есть дается там планшет мобильный телефон телевизор включается и родители идут на работу о каком воспитании какой нравственности идет речь и я сейчас не хочу всех под одну ребенку подойти но и мы сейчас говорим про большинство а потом дети закрываются у них проблемы и с развитием с языком с пониманием посмотрите реально сколько вы вкладываете в их не развития то есть только при наличии совести образуется структура человека тело душа дух совесть являются всеобразным порталом для подключения родовой памяти то есть если вы бессовестный человек думаете ну так все же воруют крадут так я там повару и покраду ну что то такого тут как бы это уже неизбежно то естественно вы продолжаете эту всю структуру она ни к чему хорошему не приведет то есть перестаньте думать негативно перестаньте думать негативно вообще на окружении на соседей на родных на близких на водителей маршрутки на продавцов на правительство если вы будете негатив этот придут как же он поменяется начните думать позитивно будете думать позитивно все и поменяется в ту область которую вы хотите как минимум тонкоматеально эти люди и пространство будет чувствовать не будут захотеть меняться не будут захотеть делать лучшее верьте в то что вы можете своей силой мысли поменять опять же как мы понимаем можно даже поменять и телевидение радио если мы его перестанет смотреть слушать или будем смотреть только те программы которые там будут хорошие добрые радостные рейтинг у них будет увеличиваться ну или там интернете вы должны понять максимально эффективно используйте это время потому что научно-технические изобретения сделали возможным в наше время очень много передавать информацию вас очень много эта информация найдет аудио видео курсы тренинги семинары книжки и везде да куча всего ее сейчас читать не перечитать вас переинтенсификация вас происходит информационная война которая перезапрограммирует ваше подсознание фильмы там про инопланетян про похищение да про кого угодно вы уже настолько сильно заманипулированы что вы даже не имеете собственного мнения а что вы думаете на самом деле по отношению к тому что он показывает я сейчас не буду читать целую длинную лекцию по поводу вакцинации об этом рассказывал очень много я думаю кто захочет сам может провести анализ и понять не говоря уже о том что следующей основной причиной такой серьезной это зашлакованность организма то есть нарушение нормального функционирования организма вследствие отравления эндогенными шлаками проявляются из-за нарушения обмена веществ и экзогенными шлаками алкоголь курение там загрязнение воздуха воды понятно там дрожжевой хлеб мясо то есть несущие низкие вибрации и выражаемое применением антибиотиков продукты питания с искусственными добавками и консервантами бытовая химия зубные пасты второсодержащими компонентами электромагнитный смог ну и так далее то есть естественно если вы не будете питаться вы постоянно будете истощаться до вас организм мозг будет думать только как бы не распаса и тела не чтобы не не умерла поскорее всему будет принципе не интересно ничего другого будет только вот это главное чтобы она была и больше остального уже не актуально это очень 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 важная тонкость которая нужно понимать как вы можете открыть видение знания и божественную любовь ощущать если вы не любите себя и вы находитесь в этой среде и питаетесь и употребляете и не создаете насколько это вредоносно для вас ну я уже не говорю то что у нас происходит сбой естественный биоритму то есть мы не говоря уже о том что мы там едим после уже на ночь когда уже все спит в организме и кишечник там запускается аж пять утра но мы ложимся спать поздно то есть а если мы знаем что с 0000 до двух ночи при условии наличия полной темноты в комнате то есть эпифис наша шишковидная железа она вырабатывает максимальное количество мелатонина мелатонин является мощнейшим антистрессовым и антиоксидантным веществом который принимает участие в биохимических реакций в организме результате ночного бодрствования сознательного или вынужденного неизбежно начинается страдать функции ума и разума понятно дело что со временем потом придет нарушение вашей работе нервной системе а потом снижение концентрации внимания проблемы с мышлением с памятью развития всяких хронических усталостей ослабление воли ну понятно раздражение и так далее ну так ложитесь спать раньше в чем проблема лезть спать 10 до 12 ну это это естественные ритмы не говоря уже низкий уровень жизненной энергетики вы ее растрачиваете на различные причины телевизор средства массовой информации сплетни общения мобильные телефоны а по факту через что вы заряжаетесь бываете вы на природе нет питаетесь вы нормально относительно общаетесь вы на развивающие темы нет ну посмотрите сколько у вас энергии приходит поэтому для того чтобы подытожить и перейти непосредственно к нашему диалогу первое что вы должны сделать сохраняйтесь жизненную энергию примите ответственность за все собственные действия на себя и вообще исчезнут сожаления и уныния отслеживайте и контролируйте собственные мысли слова и поступки освободитесь от багажа стресса что позволит восстановить нормальную проводимость нервной системы и устранить психические комплексы и блокировки исключите вредные привычки и преобразуйте в более целесообразные уже об этом я не знаю сколько даже на нашем славянском радио уже передана куча информации освободитесь от энергетических вампиров подключек различного происхождения преобразуйте имеющую негативную энергию в позитивную нам нечего делать добро кроме как и зла вы поймите правильно то есть не надо быть хорошим там только в два часа день или когда в этом с друзьями или знакомыми или когда вы там бабушку через дорогу переводите или первую помощь людям оказывайте должны постоянно это быть при появлении негативного чувства вызванного к себе постарайтесь наложить на него эмоцию растворить негатив благодать сказать блин как хорошо что я понял что вот это у меня было ну да ну такой вот я растворите поблагодарите поймите все мне не интересно я хочу радоваться и для меня это уже не актуально избегайте стремления к совершенству идеалов работайте над своим уникальности все надо копировать там каких-то культовых персонажей и ихнюю карму брать у каждого свои опыты свои уроки каждое решение принимаете один раз и больше не тратьте энергию на сомнения по поводу выбора не следовать правилам смеемым догмам оценивать каждый раз ситуацию по-новому это поможет вам расширить ваше мировоззрение сделать его многомерным поймите правильно переживать неприемности по мере их поступления и вообще вам надо научиться избавиться от личной психики когда имеет место переживания задним числом зачем вы думаете того еще о чем не произошло это приводит к постоянному понижению жизненного тонуса заболеванию на почве негативные психических состояний получение жизненной энергии должна быть помощью правильного дыхания дышите есть древние славянские техники живы здравы то есть дышите представляете что вас божественный свет ходит и выдыхаете весь негатив питания как уже говорил заряжайте его молитесь заряжайте пищу взаимодействуйте с природными стихиями воздухом водой землей огнем также с минералами кристаллы дают вам энергию тонкоматериальные структуры вам раскрывают растительный животный мир помогают взаимодействуйте с людьми словами мыслями эмоциями чистыми из высших энерго информационных планов посредством молитвы медитации труда на общее благо достигайте этих уровней наличие любого из перечисленных выше проблем или совокупности равно как и и выполнение оговоренной высшие условия делает невозможным пробуждение родовой памяти вы пробуйте неважно завтра или послезавтра но откроется хоть по чуть-чуть через пять лет ничего страшного но вы это должны делать лишь только после того как все проблемы будут устранены только после этого условия выполнения можно приступать пробуждение памяти через участие в обрядах народных танцев пение родовой речи исконному слову образу прочтение почитание предков поминание предков своих словах мыслях действиях изучение заповеди нашей родной веры посещение древних городов созерцание артефактов славление богам гимны всевозможные единения с природой сосредоточение на все зерцание и проникновение в суть предмета занятия славянской гимнастикой ну и не важно любыми древними славянскими техниками их очень много всевозможные психофизические упражнения и труд созерцание бережных орнаментов свастики народной вышивки созерцание произведение искусства знакомства всякими и героическими наследиями прошлого нашего народа народные сказки медитативные практики подключения к информационному полю рода в работа непочатый край и как говорится в заключении несколько напутствий которое вы можете сделать сохраняйте чистоту своих помыслов и устремлений воздержитесь от аферширования своих планов по пробуждению родовой памяти не надо там кричать я вот послушал алекса на славянском радио александр или все я уже готов я все начинаю пробуждаться ну конечно вас будут думать что вы сумасшедшие вы просто делаете показываете потом люди сами будут к вам тянуться вы просто сеете добро сейте любовь и сами к вам будут спрашивать а что же ты делаешь такого почему ты счастлив а как ты достиг своего предназначения и это притянет то есть не надо притягивать негатив чем больше сторонников будут разделять ваше убеждение и у устремление тем скорее вы можете пробудить свою родовую память и не вам будут тоже показывать совершение доработки проработки и ваши успехи на все вопросы которые жизнь поставила перед вами вы должны и можете решить сами научитесь не ищите учителей не эти там бог знает куда ваш самый лучший учитель это вы и ваши тонкие материальные учителя и родовые структуры которые всегда с вами ангелы хранители света с вами творец всегда с вами природа всегда с вами научитесь слышать себя и ответы на свои вопросы поэтому домашнее задание выполните все действия максимально по очистке восстановления родовой памяти но хотите родовое древо нарисуйте сверху до седьмого колена сверху вы слева мама справа папа всех кого помните кого не помните кружочками рисуйте все равно она будет прорабатываться про молите каждого из древней молитвы их очень много попробуйте хотите сами молитвы напишите начинаете делать технику перепросмотр удаляйте весь негатив своей жизни все воспоминания негативные обиды переживания начинайте физическую очистку паразитов шлаков переходите на здоровое питание вегетарианство сыроедение сейчас методов очень много очистки берите любой ну понятно дело только не надо сразу там все начинаем голодать без подготовленными и потом у людей проблемы из этого то есть все надо делать обдуманно стараемся бывать на природе взаимодействовать с ней то есть взаимодействуем с минералами которые усиливают вашу энергетику ну подберите себе минерал если не в этом не разбираетесь и он не резонирует обратитесь специалисту практике прощения своих родных и близких и также на окружении работайте со страхами с фобиями то есть преобразовывайте их в любовь понимаете что вам это уже не актуально поймите что удержало этот страх что держала это фобия поймите полюбите свой страх ваша задача и раскрытие памяти может быть только при присутствии энергии любви на вашей шестой чакре на вашем третьем глазу и раскрытие божественного сердца кристаллического сердца может только при этом очищайте жилище что-то мне было пыли поломанного там грязи и все негативные эти предметы они будут нести негативную энергию и понижать ваше мышление используйте арома масла в помещениях ежедневно медитируйте мантры молитвы медитации что угодно делайте физические упражнения хотите йогой занимайтесь делайте здравую там эти древние техники там типа дачи цигун белаяр пожалуйста сейчас этого очень много пить и чистую структурированную воду там полтора-два литра в день визуализируйте вас здоровое тело делайте практике живы читайте литературу медитируйте 20-30 минут в день вы будьте счастливы самое главное поэтому давайте сейчас мы сделаем такую маленькую технику самую маленькую в этих сейчас каждый сядет поудобнее желательно чтобы спинка была ровной чтобы проходили космические потоки руки ноги мы не скрещиваем чтобы они не заплетались закроем глаза и сделаем 7 глубоких вдохов и выдохов давайте сейчас про себя или вслух произнесем такую фразу прошу энергию великого первоисточника и представляем как на нас от творца с космоса идет бело-золотистый поток света сверху и пронизует все наше тело прошу энергию матушки земли и бело-голубой поток света снизу земли матушки идет и пронизует идет до творца небесного вверх свет изначальный живо матушка приди и на уровне солнечного сплетения формируется такой золотистый шарик и давайте сейчас представим что золотистый шарик расширяется расширяется из растекается по всему телу заполняя золотом наше тело все наши тонкие тела вот растекается по вокруг вашей ауры выравнивает вашу ауру убирает весь негатив мы просим всех негативных существ и программы покинуть наши тонкие тела просим высшие силы ангелов-хранителей наставника рот брать всех сущностей паразитов и все то что мешает нам эволюционировать света любовь брать все негативное сущие напомню что данная чистка будет работать в записи это квантовая медитация будет вы можете ее выполнять самостоятельно сколько вам вздумается и мы чувствуем как уходит негатив возможным код от покалывания у какого-то жжение может появляться по телу и представляете как вот живо заполняет те места где был этот негатив золотым светом и вы чувствуете легкость комфорт возможно внутренняя улыбка появляется радость можете про себя сейчас или вслух сказать такую фразу фокусируясь на своем сердце я есть любовь все есть любовь я излучаю любовь я принимаю любовь пор есть любовь я есть бог и как вы видите или вы чувствуете на уровне сердца у вас появляется такой как комок света или тепло появляется теперь представьте себе что этот комок и вы видите среди комка появляется такой кристалл света этот кристалл начинает крутиться с большой силой и вы обращаетесь говорите творец небесный абсолют высший ас и обращаясь тебе прошу убери весь негатив все то что мешает не эволюционировать в лестнице эволюции в свет и любовь и выполнять свое предназначение активируй вы мне кристаллическое тело света и позволь мне понять сакральную божественную любовь да будет так на то моя воля слава 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 и вы чувствуете как божественные потоки начинают растекаться по вашему телу вы чувствуете такую приятную энергию тела любви и теперь представьте себе что вы посылаете любовь всему вселенной пространству городу чиновникам людям земле матушки всем тем местам где стихийные бедствия всем тем местам где войны катаклизмы всем сущностям планетам галактикам вселенным и примите эту любовь от пространства и мы делаем три глубокие вдоха и выдоха и мы благодарим энергию великого первоисточника энергия творца небесного сверху сворачивается энергии матушки земли снизу бело-голубой поток сворачивается свет изначально жива матушка благодарим и золотой шарик растекается под нашему телу и благодарим наших ангелов хранителей учителей наставников сворожичей всех высших иерархов мира славе праве и всех тех кто от света кто помогал нам очищаться эволюционировать все это любовь и раскрыть наше кристаллическое тело света и вот на такой прекрасной замечательной нотке мы переходим к вопросам если вы еще тут здесь мало того мы тебя внимательно слушали а некоторые даже записывали это я имею ввиду как я точно знаю что некоторые это не вот диктофон который записывается нашу программу видео программа который записывать в нашу программу эфир так что записывали все твои слова записаны что же раз ты желаешь перейти к следующей части тогда я даю музыкальную отбивочку ну да музыку не будем включать просто отбивочку и потом уже переходим к вопросам и ответам напоминаю что вопросы реплики мы принимаем только на сайтах которые относятся к народному славянскому радио на других ресурсах мы ваших реплик комментариев и что там еще не пишем неважно хорошие они ругательные не видим хорошие они ругательные мы просто их не можем прочесть потому что мы о них не знаем вот для того чтобы не превращаться ваньку жукова из хорошего рассказа и не писать письмо на деревне дедушки пожалуйста если у вас есть какие-то соображения мысли предложения реплики комментарии пишите их на наших сайтах народного славянского радио народно-славянского радио это slavradio.org вот там можно писать через форму обратной связи или в чате чате беседки а также на нашем канале в youtube youtube.com слэш славрадио славрадио одно слово слэш такая такая косая черточка кто еще кто не знает ну вот теперь уже можем переходить к вопросам и надеюсь ответам народное славянское радио пора просыпаться продолжение слушайте в следующей части в следующей части в следующей части